Итак, ребят, всем привет! Снова я, снова видос по колдиварзону, и сегодня у меня для вас интересный видос. Я нашел чувака, который сделал более 30 фрагов, при том, что он с рождения глухой. Я не то чтобы многие люди, которые вообще играют в эту игру, не имея никаких особенностей, так скажем, делают тридцатку. Даже в бот-лобби. Бот-лобби у всех бывает, ребята. Вы в них обычно делаете килов 15, может 20. Но здесь у нас 30 с лишним фрагов. Абсолютно глухой человек. Давайте переключимся и посмотрим. Тут начинается с, я так понимаю, приветствия. Я не очень понимаю язык глухонемых, вот поэтому предположу, что он говорит следующее. Здравствуйте, ребята, я играю в Call of Duty Warzone. Спасибо большое разработчикам за то, что сделали эту замечательную игру Call of Duty Warzone 2. В ней, как и в первой части, абсолютно отсутствует звук, поэтому, в принципе, я ничего не теряю от того, что играю без наушников. Вот, в принципе, взял пару пушечек. Отлично играю. Вот, играю я с М4. М4 давайте пролистаем дальше и будет играть с М4 и ВЛ-46. Окей, ну, в принципе, неплохой сетапчик. Это, я так понимаю, до патча было, то есть до увеличения количества ХП. Можно увидеть, что у него, кстати говоря, масштаб на экране выкручен. Из-за этого худ ближе находится к, соответственно, центру экрана. Это позволяет вам меньше глазеть по сторонам. Также ФПСиков у него, ну, не то чтобы шибко много, я так понимаю, со стримом аж 60 ФПС. Играет он на контроллере, на DualSense, насколько я понял. Но, в принципе, ну, в принципе, очень-очень неплохо. Давайте посмотрим, что у него тут по позиционочке прицела. В принципе, ориентироваться он, я так понимаю, чисто на визуальную составляющую. Это вам, ребята, не Fortnite. В Fortnite, в отличие от, в принципе, Warzone, есть такая штука, как визуализация звука. Визуализация звука, ребята, это очень прикольная штука, потому что вам в виде значков показываются источники звука, в принципе, на определенной дистанции. И в Fortnite из-за этого очень удобно играть на мобильных платформах, очень удобно играть, в принципе, без какого-либо звука. Ну, и, в принципе, это там мета является. То есть, люди действительно играют с визуализацией звука, даже будучи, ну, абсолютно нормально слышащими. Потому что это просто имба. Потому что звук в Fortnite не самый хороший. И так как Fortnite является кроссплейной игрой, он вплоть до просто мобильных игр, там все можно так настроить. Это очень-очень прикольно. Так, ко мне уже пришел кот, говорит, кот. Ну, кот, ты будешь садиться? Да, кот пришел посидеть на ручках. Чувак, кстати говоря, сделал уже 7 киллов. Что интересно, что интересно, несмотря на то, что это бот-лобби, на самом деле, очень тяжело ориентироваться без звука. Потому что во многих моментах вы поворачиваетесь к источникам стрельбы. То есть, вы не просто слушаете шаги, вы еще поворачиваетесь и бежите к источникам стрельбы. Очень тяжело ориентироваться, когда вы этих источников стрельбы не слышите. То есть, представьте, что вы, допустим, кого-то нокнули. Вот он, допустим, сейчас выбегает, а чел прямо в упоре. Он бы его услышал, будь у него, ну, звук в голове. Но у него его, к сожалению, нет. В принципе, я смотрю на то, что он достаточно хорошо тайминги игры понимает. Понимает скорость того, как персонажи выбегают. Я прекрасно понимаю, что на одну такую игру приходится, наверное, ну, 20 не самых удачных, в которых его закрывают в самых неожиданных ситуациях. Потому что, ну, будем честны, вы ориентируетесь на звук. И даже если в игре звук плохой, вы ориентируетесь на него значительно чаще, чем 0 раз за игру. Один из фрагов, 29 лайф. В соло режиме, в принципе, достаточно сладенькое лобби. В таком лобби очень приятно можно нафармить 30-ку. Насчет вообще бот-лобби и как явление. На самом деле, бот-лобби встречается у всех. То есть, это не какая-то, знаете, прерогатива стримеров, что вот стримеры попадаются в бот-лобби. Ну, нет. На самом деле, все вы попадаетесь в бот-лобби. Зачастую это первая ваша игра на дню. Вас закидывают в лобби, в котором играют достаточно средние типы, которые очень-очень своеобразно реагируют на происходящее. И вот эти челы, ботики, так скажем, чуваки, которые не шибко задротят, они наполняют все лобби. Грубо говоря, там стримеров не закидывают с высоким кд. И вы бегаете, если вы хорошо играете, то вы в этом лобби сделаете больше фрагов, чем обычно. Это лобби зарядит вас энергией, мотивацией на ближайшие пару часов. Это очень хорошо влияет на удержание, на самом деле. То есть, когда человек делает больше фрагов, чем обычно, он чувствует себя, знаете, ну не то чтобы королем ситуации, он такой типа, ой, да я что-то могу. И дальше он может игнорировать несколько, там типа, 2, 3, 4, кто-то 5 игр, в которых у него не будет особой удачи или не будет особых успехов. Но из-за мотивации от первой игры он будет достаточно заряжен. Вот, чувак сверху мог его услышать. Интересно, но он не услышал. То есть, как бы, было ощущение, что все играют без наушников, но это ведь совершенно не так. 17 фрагов. В принципе, играет он, ну попадает очень-очень хорошо. Позиционка прицела у него совершенно не хромает. Контролит он достаточно хорошо для человека, который играет на ашике. То есть, 30-ку нафармить на ашике, ну, все-таки нужно уметь. Это все-таки не 15-20 фрагов. То есть, нужно четко понимать темп игры, нужно быстро ориентироваться по карте. И самое главное, не умирать. Потому что, ну, чем чаще вы умираете, тем больше вероятности того, что вы потеряете темп и не сделаете лишний, там, 3-4 фрага на, ну, условные пару минут. Из-за этого темп снижается, и вы делаете меньше фрагов, чем хотелось бы. Зачастую это, там, типа, 20-22 фрага получается сделать в игре, где в один раз умерли и потеряли темп. Потому что люди достаточно быстро умирают. Вот, видите, уже 19 человек всего осталось, он уже сделал 20 фрагов. Это достаточно неплохо для человека, который, блядь, не слышит ничего. Дефолтная им ассист момент. Абсолютно дефолтная им ассист момент. То есть, здесь вы сейчас видели ситуацию, когда вы с трудом стреляете в мину. То есть, попасть в мину очень тяжело. Потому что ты начинаешь целиться уже практически с триефом. Внезапно, внезапное падение чела, конечно, произошел. Еще одно увидел. Опять же, нет у него арморчика. Хорошо пострелял. 15 человек лайф, 24 человека. Уже было зафармливано. Четыре человека за ним наблюдают. Думают такие, вот это да! Как же этот парень услышал чела снизу? А, он его не услышал, но его увидел. Берет бепочку. Даст, я так понимаю, сейчас он МБПЛА. Его со стороны видят. У него, кстати говоря, я вот только сейчас понял, но ведь перк бдительность, он очень хорошо работает в этой ситуации. То есть, ну, когда у тебя есть проблемы со слухом, перк бдительность это прям жесткая тема. Он выступает, знаете, таким очень легким вариантом звуковой визуализации. Есть у него информация, по всей карте у него еще очень много денег. Чел, в упоре прям! Вот, ну, вы понимаете, что если бы у него был звук, то он бы упал и сразу в него прицелился. Но он падает, соответственно, и целится в ту сторону, где враг должен быть примерно. Сейчас, наверное, пойдет, купит еще одну. Еще три БПЛАшки. Ну, я бы на его месте так и делал. То есть, он сейчас видит пять значков на карте из семи. Ну, я так понимаю, это баг. То есть, там на самом деле живых всего пять человек. Потому что это МБПЛА и он на карте видит всех. Один засел на верху, на, соответственно, антенне. Очень хочет он убить еще кого-нибудь. Чел с антенны на него смотрит. Сейчас пробежит, скорее всего, купит еще три БПЛАшки. А, нет, всего одну. Ну, хотя четыре, четыре, все, нормально. Оно отбагалось, все, все, четырех он видит. Знает, где они находятся. В принципе, я так понимаю, сейчас он убьет всех этих челок. По сля по верхнему, хорошо. Закидывает арморочки тут же. Чел внутри сидит. Не двигается совершенно. Пушить он его обычным путем не хочет. Хочешь сначала убить чувака снаружи. Сляет с эмочки, хорошо. Нокнул. А чел вообще не двигаются, челы вообще не двигаются. Вот здесь было опасно немного. Здесь можно было и умереть на самом деле. Достаточно неприятный тайминг. Он получил какую-то визитку, даже стекло. Остается один в один. Он знает, где находится последний чувак. Закинуть бы арморку на самом деле. По нему немножко настреляли. Закинул арморку. Хорошо. Нет, он не снейкает. То есть, играет. Обычно, так скажем. Вот. И убивает последнего. Блин, на самом деле. На самом деле. Выглядит, выглядит достаточно интересно. С учетом того, что чувак именно. Ну, не слышащий. Не слабослышащий. А именно, ну, не слышащий. Это жестко. Да, это жестко, я считаю. Ребят. Ссылочка на парня будет в описании. И в закрепленном посте. Если что, можете на него тоже подписаться. У него сколько? 721 подписчик. Давайте тысячу попробуем ему набить. Ну, просто ради поддержки. То есть, если вы смотрели до этого момента. Подпишитесь на чувака. Сделайте, ну, этот день лучше. Хотя бы для кого-то. Ну, и приходите ко мне на стрим. И каждый день с 8 часов утра стримлю примерно до 5 теперь. Играем рейтинг. Потеем. Вот. И прогрессируем. В игре. Call of Duty Warzone. А вот.